Добрый вечер! В студии первого Дину Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. 36,6 за парту. 1 звонок по новым правилам. Школы Республики начали учебный год, а детсады поэтапно открывают группы. Пропустили лето, не пропустят бархатный сезон. Уже в пятницу, после обеда началось больше запросов. Ну, как люди звонили, уточняли, правда это или нет, конечно. И уже в субботу у нас, если честно, могли еще есть продажи в два раза. После отмены самоизоляции для приезжающих из зеленых зон граждан в турагентствах на глазах взлетели продажи. Бизнес на краю могилы. Умирать это дорого. Шесть сотрудников столичного кладбища Святого Лазаря во главе с руководством задержаны по подозрению в получении взяток за выделение места для захоронения. Школы сегодня открыли двери для учеников, но без традиционной линейки. Власти запретили мероприятия, посвященные началу учебы, а дети должны соблюдать теперь ряд новых правил. Так, школьники заходят на территорию учебных заведений самостоятельно. Родители сопровождают их только до ворот. В столичном лицее имени Джорджа Калинеску первые ученики вошли в школу с раннего утра. У входа в школу всем измеряют температуру. Учителя говорят, что малыши оказались гораздо ответственнее старшеклассников. Как только ученики начальных классов переступили порог школы, их отвели в классы. Никто не садится за парты, пока не вымоет руки. Сегодня во всех школах первый урок был ознакомительный. Детям рассказали о новых правилах, которые необходимо теперь соблюдать. Ученики говорят, что очень скучали по школе, по одноклассникам, но больше всего им не хватало прямого общения с учителем. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Доступ родителей на территорию школ категорически запрещен, поэтому дети входили и выходили из классов одни. У учеников начальных классов был лишь один урок. Родители в это время ждали своих чат за воротами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Сегодня в первый день открытия пришло всего 12 детей из подготовительной группы. В первые недели малыши будут приучать к новой реальности. Им расскажут о вирусе и методах защиты. Большинство мероприятий будут проходить на открытом воздухе. Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По регламенту, если в детсаду будет выявлен коронавирус, в карантин уйдет только группа, с которой заболевшие контактировали. В столице 130 дошкольно-воспитательных учреждений готовы начать прием детей. С началом нового учебного года в столице появился специальный общественный транспорт для детей и сопровождающих. Так, каждый четвертый троллейбус 8, 10, 22, 24 и 25 маршрутов предназначен исключительно для учеников и малышей. Подобные изменения внесены и в маршруты автобусов номер 5, 19, 23 и 26. Так, столичная мэрия намерена защитить школьников в общественном транспорте от заражения новым коронавирусом. Родители говорят, что идея с общественным транспортом хорошая, так дети будут в большей безопасности. Это очень хорошо, потому что дети не имеют в отношения с людьми в нас. Они неneo�랑 с те, кто не протяжает сесть, trends. И это очень хорошо для детей, который будет елокаж, потому что это для нас не протяжение, потому что в нас не протяжается как надо. Это коротко, потому что нет граждан, и для своих детей, а для мамы это очень хорошо для того, чтобы они более Nick Макармад. Как вы думаете, угощатся партой? И это очень хорошо для женщин, это очень хорошо для женщин, это очень большой плюс, потому что для нас, в стране, луна не будет защищаться так, как нужно. Это коррект, потому что у нас нет ограничений, и для детей и для мамы это очень хорошо, если у вас будет более дешево. Как вы думаете, у вас будут более защищены? Между тем, кондукторы отметили, что, несмотря на запуск спецтранспорта для детей, в этом году с 1 сентября в школу пошло меньше детей, чем в предыдущие годы. Автобусы и троллейбусы для учеников будут курсировать с 6.50 до 9 утра в рабочие дни. В новом учебном году в системе образования ожидаются самые большие проблемы. Об этом заявил министр Игорь Шаров. Он отметил, что ключевым словом для учеников, учителей и родителей является ответственность. На пресс-конференции чиновник сообщил также, сколько заведений открылись вновь. Остались закрытыми 19 школ. 11 на карантине, а 8 не возобновили процесс по разным причинам. В том числе из-за несоответствия требованиям для возобновления работы. Недочеты они по обстоятельствам устранят до 7 или 14 сентября. Изменилась также форма возобновления работы. 800 школ сделали ставку на стопроцентное присутствие учащихся в классах. Эту модель смогли позволить себе там, где немного учеников, но много пространства. 314 учреждений выбрали смешанную систему. Ещё 105 школ будут работать по сменам. Одна группа на занятиях, вторая дома учится онлайн. Через день наоборот. 19 учреждений выбрали стопроцентное онлайн-обучение. Из 1398 детсадов открылись 404. Ещё 994 должны получить разрешение. График работы установит и скоординирует с местными властями администрация. Ученики 91 профтехучилища страны первые две недели сентября отучатся онлайн. Ну а после 27 из них возобновят процесс при стопроцентной посещаемости. В 32 решили так и оставаться на дистанционном обучении. Ещё 14 поделили учеников на две смены в день. Ещё 11 профшкол будут комбинировать онлайн и физическое присутствие в классах через день. После слияния нескольких университетов в Молдове действуют 24 вуза, 16 государственных и 8 частных. Игорь Шаров заявил, что подписал распоряжение о создании национальной группы по обеспечению безопасности обучения. В её функции входит мониторинг деятельности учебных заведений и мер, предпринимаемых ими. Также начала работать зелёная линия министерства с представительствами в каждом районе. Там граждане могут жаловаться на нарушения или задать интересующие их вопросы, связанные с процессом обучения. Чтобы адаптироваться к новым условиям было легче, министерство выпустило четыре информационные брошюры для учеников начальных классов, гимназистов, лицеистов, учеников профтехучилищ и родителей. МВФ дал положительное заключение по разработанному Кабмином законопроекту о мерах поддержки агросектора. Уже на этой неделе правительство одобрит документы и отправит на утверждение парламенту. Об этом заявил президент Игорь Дадон. Он подчеркнул, что исполнительный орган держит руку на пульсе и, несмотря на сложную ситуацию, справляется со всеми проблемами. Ранее власти решили возместить фермерам, часть ущерба, понесённого ими из-за засухи. За гектар погубленного урожая озимых или плодовых культур аграриям полагается компенсация в размере от 1100 до 3800 леев. Государство попыталось помочь всем, подчеркнул президент, и результат налицо. Экономику удержали, доходы в госбюджет растут. Игорь Дадон, директор Альбин, директор Альбин, директор Альбин, В январе-августе 2019 года в госбюджет поступило 25 млрд 300 млн леев. Постепенно, к середине следующего года, власти обещают поднять ее вдвое. Проект по повышению зарплаты врачей реализуется в контексте пандемии коронавируса, которая выявила серьезную проблему системы здравоохранения – нехватку квалифицированных кадров. Усилия, предпринятые за последние шесть месяцев для спасения жизней, должны быть адекватно вознаграждены, заявляет руководство страны. Напоминаем, из-за пандемии по инициативе главы государства госслужащие, инфицированные вирусом COVID-19, находящиеся на передовой, получают от государства единовременную помощь в размере 16 тысяч леев. Также увеличены единые пособия молодым специалистам, которые устраиваются на работу в сельской местности. Врачам – с 45 тысяч до 120 тысяч леев, а медицинскому и фармацевтическому персоналу – с 36 до 96 тысяч. Число зараженных COVID-19 в нашей стране превысило 37 200. Сегодня по результатам обработки 1370 тестов выявлено 288 новых случаев. Один ввезенный из Египта. Среди инфицированных 14 медработников, в том числе 6 врачей. 469 пациентов в тяжелом состоянии. 35 из них подключены к аппаратам искусственного дыхания. К сожалению, за последние сутки врачи потеряли еще 13 больных. Жертв коронавируса в нашей стране уже 1008. В то же время вчера были выписаны 317 выздоровевших. Таким образом, новую инфекцию одолели в общей сложности 26 189 человек. С этого дня жители Молдовы, вернувшиеся на родину из так называемой «зеленой зоны», не обязаны сидеть в самоизоляции 14 дней. А вот те, кто проезжает из 53 стран, включенных в список государств, с повышенным риском распространения коронавируса, обязаны закрыться дома. Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении обновляет перечень каждые две недели, руководствуясь информацией от ВОЗ. В числе стран красной зоны – Румыния, Украина, Франция, Испания, Израиль и США. Гражданам Молдовы, прибывшим оттуда, уже на границе вручат эпидем-карты, в которых они должны указать адрес и телефон, по которым их можно найти. Информацию передадут профильным органам, которые и будут следить за тем, как добросовестно новоприбывший соблюдает режим самоизоляции. Тем, кто приехал из стран, где эпидем-обстановка считается нормальной, сидеть дома не придется. Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении объявила, что список будет обновляться каждые 14 дней по пятницам и вступать в силу в следующий понедельник. Информация опубликована на сайте МИДа. До 11 сентября включительно инициативные группы поддержки кандидатов в президенты могут подавать документы, необходимые для регистрации в Центральной избирательной комиссии. В конечном итоге в поддержку претендента на пост главы государства надо будет собрать не менее 15 тысяч подписей. Согласно Кодексу о выборах, инициативная группа по поддержке кандидата должна состоять из не менее 25 и не более 100 человек с правом голоса. Группа формируется после собрания, на котором утверждается кандидат на должность президента, избирается ее руководитель и утверждается список членов. Инициативная группа может поддержать только одного кандидата на пост президента. Избирательная комиссия уточняет, что документы можно подавать в ЦИК в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера и в выходные с 10 утра до 16. Напоминаем, процесс выдвижения кандидатов заканчивается за 30 дней до выборов, когда стартует президентская гонка. В связи с этим глава государства призвал всех, кто намерен принять участие в выборах, к корректному поведению. Игорь Дадон также призвал партнеров по развитию направить международных наблюдателей на президентские выборы, которые пройдут 1 ноября. Напоминаем, до сих пор о своем намерении участвовать в президентских выборах, объявили Андрей Настасья от партии «Платформа достоинства и правды», Тудор Делиу от Либеральной демократической партии, Майя Санду от партии «Действия и солидарности», Рината Усатый от формирования «Наша партия» и Октавиан Цику от партии «Национального единства». Всего кандидатов могут выдвинуть 48 политформирований, зарегистрированных в Минюсте. Действующий президент страны Игорь Дадон о своем решении, участвовать или нет в выборах, объявит в ближайшие дни. 1 ноября, согласно решению ЦИК, параллельно состоятся новые местные выборы в коммуне Китриш-Фалежского района, коммуне Пятра-Аргеевского, в селе Дубни-Сорокского и в селе Карлатены-Рыжканского в связи с досрочным прекращением мандатов мэров этих населенных пунктов. Кандидаты, которые примут участие в предвыборной гонке на пост президента, смогут потратить на компанию максимум 18 миллионов 925 тысяч леев. Центр избирком установил потолок финансовых средств, которые можно предоставить избирательному фонду. На банковский счет инициативной группы поддержки претендента можно перевести почти миллион, а сумма беспроцентного кредита на каждого конкурента не превысит 50 тысяч. Правящая коалиция соберется на заседание. Социалисты и демократы намерены обсудить последние события в политике, но основное внимание уделят задачам и законодательным инициативам, которые депутаты должны реализовать в ходе наступающей осенне-зимней сессии. И хотя проблем предстоит решить немало, по мнению президента, нынешний парламент надо распустить, поскольку он непредставителен. Не за это голосовали граждане в феврале. Глава государства уверен, что его мнение разделяет большинство граждан. Продолжение следует... Глава государства добавил, что сегодня у депутатов закончились каникулы, они начинают работать в комиссиях. Дату первого пленарного заседания и его повестку определит на будущей неделе постоянное бюро. Российские следователи завершили расследование по делу Ландромата, в котором фигурируют Влад Плохотнюк, Вячеслав Платон и Рената Усатый, и готовы передать его в суд. В сообщении МВД для пресса отмечено, что в 2013-м именно Плохотнюк и Платон разработали схему незаконного вывода из России свыше 500 миллиардов рублей через Молдавский банк. План реализовали с помощью бельского мэра Рената Усатого. К этому также приложили руку несколько российских банкиров и юристов, четверо из которых признали вину и подробно рассказали, как осуществляли аферу. Российские власти заявляют, что Плохотнюка, Платона и Усатого объявят в международный розыск. Их намерены задержать и поместить под стражу. Тяжелая авария произошла минувшей ночью в селе Ермаклии Штефанводского района. 32-летний водитель иномарки, севший за руль под шофе, сбил 23-летнюю девушку. Пострадавшую с травмами доставили в райбольницу. Ведется следствие. Далее коротко о других происшествиях. Сотрудники столичной полиции задержали троих подозреваемых в совершении серии краж. 25-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления, и двоих несовершеннолетних 13 и 14 лет. Все они – жители столицы. На счету воровского трио – один краденый велосипед и семь взломов автомобилей. Испортили их преступные планы камеры видеонаблюдения. Свою вину они признали. Возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит штраф до 67,5 тысяч леев или лишение свободы на срок до 4 лет. 32-летний житель Страшен попал в руки полиции за кражу детской коляски, причем подобное правонарушение для него не в новинку. Инцидент произошел с 12 на 13 августа. Правда, воришку запечатлела камера наблюдения. Вину мужчина признал. В ходе следствия было установлено, что он же немногим ранее проник через окно кухни в чужую квартиру и украл оттуда два мобильных телефона на сумму 10 тысяч леев. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 67,5 тысяч леев штрафа или тюрьма сроком до 4 лет. Гражданку Молдовы, находившуюся в международном розыске по делу о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, экстрадировали из Турции. 37-летняя женщина была передана сотрудникам Центра по борьбе с торговлей людьми. В 2014-2015 году подозреваемая вместе с подельниками обманом завербовала и отправила в Дубай 25-летнюю девушку, воспользовавшись ее трудным социальным положением. Впоследствии у нее отобрали паспорт и принудили к занятию проституцией. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Сколько стоит место на кладбище? Официально? Около тысяч леев. Неофициально? Даже несколько тысяч евро. Утром сотрудники НЦБК совместно с антикоррупционной прокуратурой провели обыски по 22 адресам в столице в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам активной пассивной коррупции и мошенничества, совершенных сотрудниками муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг». Задержаны шесть человек, среди которых директор кладбища Святого Лазаря и его зам, а также бухгалтер. Их подозревают в получении незаконной прибыли от продажи, а также бронирования мест на погосте. А также бронирования мест на погосте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Прямо в офисе». Подозреваемых доставили в НЦБК для допроса и поместили в изолятор на 72 часа. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества, злоупотребления влиянием активной и пассивной коррупции. В случае признания их виновными им грозит до 10 лет лишения свободы. На сегодня все. С новостями первого можно также ознакомиться на наших каналах и страничках в соцсетях. Увидимся завтра в 3. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности.